Дорогие друзья! Я думаю, что с Галиной Михайловной мы в перспективе обсудим не только роль женщины в эволюции, о чем у нас сейчас шла такая до эфира очень дискуссия оживленная, но, может быть, еще и поговорим о роли женщины в политике, потому что событие, которое произошло на этой неделе, обсуждалось очень много, но произошло чуть раньше назначение, наконец-то, главы правительства Пермского края. Хорошо. Значит, как обычно, сегодня мы будем говорить о пермских мужчинах и не только о пермских мужчинах. Судить, конечно, мы будем не их, а их поступки. Если найдем таковые, достойные, ну или недостойные, разговор до начала эфира у нас шел на очень интересную, как мне показалось, тему. Ну, девушки затронули момент, что, оказывается, учеными сейчас доказывается, что идет вырождение X-хромосомы? Y-хромосомы. Ну, что их хромосомы? То у нас рождаются только женщины. Это наша перспектива через сколько лет? Говорят, через 20. Но, как справедливо было отмечено, что это как бы, судя по той динамике, которая была представлена в одном из научно-популярных фильмов, не буду сейчас говорить, но лично я видела и слышала эту информацию, и я, честно говоря, пришла в ужас. Как и те ученые, которых показывали, что вот, да, мировое сообщество научное в ужасе, потому что если в такой же динамике будет продолжаться разрушение игр хромосомы, сказано было нам, телезрителям, то через 20 лет мужчина как вид... Ну, исчезает. А мы, видимо, своим злословием просто добавляем, да, вот скорости в этот процесс. Не радует это нас нисколько, Ирина. Ирина, представляете, если нам придется организовывать какие-то типа зоопарков, что ли, я не знаю, где мы будем просто беречь, разводить вот мужской особь, как вид. А я хочу сказать, посмотрите, как телевидение влияет на умы даже таких образованных и искушенных в этих делах женщин. Переживает, ведь серьезно. Ну, переживает. Я хочу сказать, что я, конечно, привыкла доверять более таким, более научным исследованиям, как бывший научный сотрудник. Но хочу сказать свою ложку, так дегтя тоже сюда кинуть. Дело в том, что известно абсолютно на сегодня уже точно, что экология у нас такова, потом психологический климат, стрессы, значит, приводят к тому, что мужчины в самом деле потихоньку начинают вырождаться. Это проявляется, прежде всего, сейчас в ранней импотенции, значит, не очень, как бы вам сказать, классной, там, такой сперми, которая может производить... Эффективный сперми. Эффективный сперми, да, потомство. И это есть на сегодня, кстати, проблема. И может быть, именно поэтому это сказывается на их поступках, что у нас достаточно мало примеров достойных поступков у наших мужчин? Судя по последнему голосованию в Государственной Думе, и встаёт вопрос, в самом деле, о том, это как-то влияет, видимо, на мозг. Раньше, я вам расскажу, у нас, когда я была ещё студенткой, и мы изучали там анатомию и прочее, я помню, наша преподавательница, когда один товарищ у нас отвечал что-то, она говорит, Вот прямой, вот пример, когда моча ударяет в голову. Вот то, о чём говорят, значит, вот в народе. Нет, я всё поняла про дому, да, мы в прошлый раз обсуждали, как они принимали этот закон. А что тогда происходит с нашими пермскими мужчинами, если, опять же, в Москве происходят такие события, в Москве проходит марш против принятия закона Димы Яковлева, А у нас в Перми ни один пермский мужчина, в принципе, неважно, какое положение он занимает, но кроме эмоций в Фейсбуке от журналистов, это их работа, Ни один не прокомментировал ситуацию, ни в каком направлении, ни положительно, ни отрицательно, ноль. Мы живём на другой планете, в другой стране? Нет, почему? Они проголосовали, наши представители, пермского края, в Совете Федерации, можно назвать вообще пофамильно, да, всех? И в Госдуме они все проголосовали за этот закон. Климат был на заседании? Шубин был на заседании? Да. Я видела портрет Шубина Игоря Николаевича в этой помойке, которую тоскидывали. Я когда смотрела в интернете, и он мне попал на глаза, он там ещё как-то явно так это... Мне стало обидно, между прочим. Игорь Николаевич, который представляет наш край в помойке, может быть, мы сами, в общем-то, ведь его выбирали, нет? Нет, Совет Федерации мы его не выбирали, это представитель губернатора, мы его выбирали в главу городу. Ну, я вам хочу сказать, поэтому, вот, к сожалению, все представители пермского края, они все мужчины, у нас там где-то женщины, все проголосовали за... Это в Москве, но у нас в Перми ни один политик, ни один ведущий представитель бизнеса, в общем-то, кроме журналистов, я не видела ни одного публичного выступления, медиаперсон, ни женщин, ни мужчин в нашем... К сожалению, это первый, я хотела сказать, первый раз, пожалуй, Пермский край так вяло отреагировал на то, что происходит в Госдуме. Я уверена, что многие пермяки есть в составе тех 100 тысяч подписей, которые были доставлены в Государственную Думу, по поводу отзыва Госдумы, по поводу непринятия закона подлецов, как его называют, и по-разному, и в том числе и так. Вот, но, к сожалению, да, мы почему-то, почему-то как в каком-то таком Тихом болоте... Вот и перейдем к нашему Тихому болоту. А может быть, не до этого им было? А до чего? Чем они занимались вообще вот в этот период? Вот скажите, что вас поразило? Может быть, корпоративы готовились, участвовали? Понятно, это важнее, чем, я хочу сказать, что праздники... Чем защита ребенка, защита судеб детских. Это вообще вот, вы ли, всегда Россия, страна такая, ну, может быть, ненравственная, не это слово, а сочувствующая, сопереживающая. Вот всегда же говорят, русские, они вот такие, вот они такие. А в результате... И поэтому проблема ребенка... Ну, как это? Ни один не стоит там детской следы, да? Да. Нет, но дело в том, что произошло то, что произошло. Что значит, выпуски кооператива или это? В Москве были выступления, в Москве были публичные акции, в Москве люди, известные, неизвестные, высказывают свое мнение, свою точку зрения. В Перми никто ничего не говорит. В Перми об этом говорят только журналисты. И я больше чем уверена, что многие из них говорят об этом в силу своей профессии. Потому что, ну, понимая, что это... Ну, печальный факт, а должны осознать, должны пронавзировать, что это такое. Хорошо, тогда чем занимались наши мужчины? Что достойного, что недостойного? В принципе, было ими сделано? Или они уже успели выродиться? Ну, вот я не знаю, может быть, в качестве... Ну, я не хочу сказать защиты, потому что это не то слово. И в качестве аргумента, может быть, что те, которые... Люди, которых вот сейчас у нас уже новые представители правительства, там у нас новые главы администрации. Это, кстати, люди, которых я безмерно уважаю. Уважала, и, в общем, знаю, и очень рада, и сожалею, что они сразу не были назначены, например. Может быть, мы это вот как-то получше бы вырулили. Вот от них комментариев нет, но они только-только встали. И, наверное, там... Ну, они же не были безвестными какими-то. Один, например, член за собрание, депутат... Ну, они не безвестные, но я хочу сказать, нет. Ну, в такой должности они впервые, хотя они оба были вице-губернаторами при Геннадии Вячеславовича и Гумнове, то есть у них опыт и работа, но они в долгое время были выведены из этой команды. И поэтому вот я к чему хочу сказать, что я вот... В их огород камень-то мне не хочется пока бросать, да? Но, в принципе, есть, конечно, другие политики мужчины. У нас мужская же политика в основном. Вот они промолчали, да. Даже из тех, которые считаются оппозиционерами, что ли. Может, молчали? Ну, из другой точки зрения. Ну, вот я хотела в данный момент, знаете, что... Я хотела абстрагироваться от политики, потому что вот лично для меня на этой неделе было два человека, которые меня удивили приятно. Два. Один из них — это Владимир Прохоров, генеральный директор телекомпании «Рифей». Я на самом деле поражена тем, как он... Многие, конечно, уже знают, что произошло с ведущей телеканала «Рифей» Наташей Багуновой, которая попала в ДТП, в серьезнейший ДТП на трассе Екатеринбург-Перм. И то, как Владимир Борисович подключился к решению этой проблемы, вы знаете, но для меня, например, это было большим и очень приятным удивлением, потому что я не могу назвать так много работодателей, которые ринутся защищать, поддерживать, помогать своему сотруднику, который просто попал в сложную ситуацию. В сложную ситуацию, достойно уважения. Я никогда, в принципе, не могла там, условно говоря, бросить камень в огород Владимира Борисовича, но вот после этого поступка, когда за один день было обеспечено все, и уже найден один из лучших даже адвокатов по ДТП для Натали, который лежит сейчас в больнице после операции, я, конечно, вот хотела сказать огромное спасибо, и я очень рада, что в нашей стране, в нашем городе есть такие мужчины, которым можно сказать, они настоящие, на них можно положиться. Владимир Борисович вообще человек-поступка, он готов на разные поступки. Вот, в данном случае, в данном случае, это тот поступок. Это вообще на самом деле хорошо, потому что человек-поступка в нем больше симпатичен, чем человек-развозня, который, ну, не знаешь, на что он там прорегирует. Здесь он, если он за что-то берется, то это он берется серьезно. А второй человек, конечно, я понимаю, что тоже, может быть, это будут неоднозначные реакции со стороны даже здесь сидящих в студии, но со стороны зрителей-то однозначно, это Андрей Малахов. Я, знаете, хочу что сказать, вот, когда мы начинаем все кричать и проявлять свою якобы гражданскую позицию, ах, я не смотрю программу, пусть говорят, в конце концов, оказывается, что ее все смотрят, все почему-то в курсе, что там показывают и что там происходит. При этом все продолжают говорить, ах, это ужасно. Но вот то, что происходит иногда в Фейсбуке, это тот же самый практически первый канал программы, пусть говорят, понимаете. И когда они решились поднять тему Кабанова, это тоже, я считаю, это неплохо, это тоже гражданская позиция. Потому что кто-то должен нам говорить, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Извините меня, пожалуйста, за такие резкие слова. Но я буду отставить, что это тоже положительный герой. Вот мои примеры. Ну, я знаю ваше отношение к Андрею Малахову. А что, я не скрываю? Да. Я вообще привыкла своих симпатий и симпатий говорить открыто. Да, мы тут не удивляемся, поскольку... Нет, он толстый, вы журналист. Я, честно говоря, когда шла на этот эфир, я Владимиру Борисовичу думала тоже. И, конечно, исходя из последних новостей, во-первых, просто поддержка, я искала слова. Думаю, что бы я могла сказать Наталье, во-первых, держаться и так далее. То есть, ну, правда, большое сочувствие. И то, что Владимир Борисович организовал вот эту поддержку, по крайней мере, ну, неравнодушен к этой ситуации, ты знаешь, да. Я поняла, Вера. Это тот герой, которого я назвала. Скажите мне, пожалуйста, вашего героя. Или вот мы опять будем обсуждать только то, что предлагает Вера. Смотрите, вот произошла ситуация, вот, да, один замечательный человек. Да, у неё общий герой вообще X-хромосом. Наш общий знакомый, который называется Андрей Тарасов, он же вот откликнулся вот на эту ситуацию, получается, да. Таким вот образом. Вот инструктор по вождению, да, он предложил членам нашего сообщества, автоледи, ну, директор по вождению, он директор, ну, в принципе, он инструктор. Вот он предложил нашим девушкам протестироваться, помочь, вот, сделать выводы, как она ведёт себя на дороге, как выходить из этих ситуаций. То есть он же вот предложил помощь бескорыстную абсолютно для наших дам. Это же тоже поступок. Безусловно. Ну, на волне, допустим, может быть, его сподвигло и не это, но, может быть, это было последней каплей. Может, у него давно роились, он не знал, куда приложить свои мысли. Вот, ну, наши девушки вот отзывчивые оказались и захотели все проверить свои умения и качества. Отзывчивые, это вообще-то, я хочу сказать, всем бы стоило пройти такой тест, а не только, это же ради своей безопасности. Не дело в том, что на самом деле это нужно сделать городской акцией, предложить по большому счёту, ну, раз уж у нас пошло женское направление, то всем женщинам, девушкам, которые хотят проверить свои водительские навыки или усовершенствовать, условно говоря. Нет, заставить их нельзя, но побудить к тому, что это необходимо и ей самой, да, как водителю, и человек, который... И который на дороге встречается... Целая инициатива, знаете ли, безопасность... Самое главное, бескорыстная. Это его личное время, это его личное... Он мог бы в это время деньги зарабатывать и кормить свою семью, но, тем не менее, он предложил свои услуги и нашёл столько откликов на столько... Романтик, романтик. Дмитрий Михайлович, однозначно с вами, вот, соглашусь... Да это безопасность вообще, безопасность даже тебя, сидящий за рулём или рядом с рулём, понимаете? Вот, кстати, да, по поводу социальных инициатив, у меня есть антигерой, абсолютно для меня убедительная позиция Денис Корнеевский, книжный магазин Петровский, который закрывается из-за того, что ему повысили арендную плату. Вот сколько угодно меня можете убеждать, никогда не соглашусь. Если человек идёт в бизнес, он рассчитывает свои силы. Если ты привык жить за счёт каких-то преференций, которые тебе давала предыдущая власть, а сейчас этого нет, и ты не справляешься, зачем вставать в позу и кричать на всю Вселенную, помогите мне, я исключительно, я хороший. Если у тебя хороший, исключительный проект, он выживет. Он выживет. А почему мы, с одной стороны, ругаем власть, а с другой стороны, как только нам становится плохо, мы бежим к этой власти. Что произошло с магазином Петровский? Ещё одна ситуация, которая меня абсолютно разочаровала, это одна фраза, которую я услышала в Доме журналистов, когда обсуждался состав экспертного совета при губернаторе. Уважаемый мной журналист произнесла, на мой взгляд, абсолютно крамольную фразу. Я не хочу называть фамилию журналиста, она девушка, поэтому мы не будем её называть. Хорошо, что мужчины её не поддержали. Опять же, видимо, не совсем разрушилась их х хромосома. Игра. Знаю, Y хромосома. Почему я всё время путаю? А именно поэтому, потому что мужчины вымирают. Парапы и женщины. Это журналист, она произнесла фразу, что ей один из редакторов районной газеты на полном серьёзе произносит, включите меня в этот экспертный совет при губернаторе, вот это наше заискивание перед властью, потому что мой глава района будет меня за это в 200 раз больше уважать. Вот почему можно зарабатывать себе авторитет за счёт власти, за счёт губернатора, которого он даже не знает, но он будет в экспертном совете при нём. И наши журналисты на это ведутся, понимаете? Она выдвигает это как аргумент, что его нужно включить в экспертный совет. Это же разврат. Собирайся при этом спикулировать этим. Это развращение нашего сознания и нашего общества. Это слабость. Точно так же, как у Корнеевского, я считаю. Ну, то, что тему, которую Ирина подняла, это, к сожалению, беда федеральных СМИ. Это последняя встреча пресс-конференции, так называемая встреча с народом президента, когда часть журналистов, для того, чтобы на них обратили внимание, их дома, их начальник, заискивающий, какие-то вопросы какие-то задавали. Были люди с позицией с гражданской. Кстати, там, по-моему, 8 человек задали вопрос как раз об этом антимагнитском законе, и вот этом законе Димы Яковлева. А часть из них... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Галина Михайловна, мы с тобой такие, знаешь, хорошие. Да ладно, нам только надо поговорить. Девочки, вы-то как прожили все это время? Начался Новый год. С чего начался? Чем удивил, чем порадовал? Ну, порадовал и удивил тем, что действительно вот Геннадий Петровичич Нолобов стал председателем правительства Пермского края. То есть опять повторяли, что не все об этом? Ну, вот, ну, действительно, вот о чем говорить? Ну, это действительно событие. Это событие, оно приятно. Когда председатель Пермского правительства меняется четвертый раз за год. Мы просто привыкать не успеваем. То, что называется, да, то есть, что... То со стороны везут, да, то садят, то отстраняют, то... Знаете, вы не боитесь, что вас тоже сейчас обвинят? Вот в том, в чем я сейчас обвиняла своих коллег, желанием быть поближе к классу. Нет, это... То есть реверансы начинают... Нет, мы хотим... А что, извини, если мы читаем новости... А вдруг он услышит, как вы его хвалите? Нет, ему достанется, если он чего-то... Ну, слава богу, он же понимает, что это передача героя-антигерой, то если будут плохие поступки, мы тоже проедемся. Понимает, не понимает, это другая песня, да, может быть. Может быть. Но это... Я же не знаю, как его поступки. Мы просто на сегодня вот с этой чехардой с... Я говорю, к сожалению, мы не выбираем власть на сегодня губернатора, потому что я хочу его выбирать. И тогда дать права человеку, там, Иванов, Петров, Сидоров, неважно, который будет составлять команду, и я понимаю, что он от моего имени, то уже команда, вот, она появляется. Ну, это идеальный вариант. Ну, очень хочется, чтобы такое было. А поскольку вот уже назначение, то с той чехардой, которые у нас были при прежнем губернаторе, то это-то вообще получается, ну, чуть ли... То есть вы мне хотите сказать, что человек старой формации, условно говоря, потому что возраст все равно накладывает отпечаток. Ну, я понимаю, я сама в таком возрасте, сможет что-то внести, современное, какой-то свежий... Не обязательно современное. Может быть, современности достаточно? Вы знаете, на сегодня у власти должен быть порядочный человек. Совершенно верно. И, может быть, они будут не очень долго, потому что, может быть, будут выборы, да? Мы все-таки надеемся, и придет какая-то другая команда. Но, по крайней мере, на тот период, в который мы сейчас живем, мы же не можем там вот все время все это откладывать, потому что мы живем сегодня, сейчас и завтра. Поэтому... Да-да-да, Галина Михайловна, я слушаю, потому что у меня есть как раз... Поэтому во власти должен быть порядочный мужчина. Поэтому в первую очередь я бы на сегодня стала ни юриста-экономиста, ни того, ни сего, а человек с опытом и порядочный человек. И, конечно, с опытом... Ну, работа-то ему достаточно достанется. Девочки, у нас на связи сегодня по телефону из Москвы Майя Завьялова, да, лидер гендерной фракции партии «Яблоко». Майя, да, я хотела спросить, мы тут обсуждаем... Алло, алло, слышно? Алло, алло. Алло, Майя, добрый вечер. Да, здравствуйте. Там меня называли лидером. Ну, ладно, тебя повысили немножко, ничего, давай. Это у нас... Галина Михайловна не обидится. Это у нас просто, Майя, провинциальные замашки, всегда, понимаете, москвичей так немножко преподносить, потому что, ну, мы же далеко от вас находимся. Майя, мы обсуждаем сейчас, в данный момент, знаете, какую тему? Поступки и события прошлой недели наиболее яркие. Вот, к сожалению, у нас в Перми не было никаких, да, никаких акций, вот, подобных тому, что прошло в Москве. Могли бы вы рассказать, какие мужские поступки, какие мужские действия остались для вас определяющими в хорошем и в плохом смысле вот за прошедший период, и в том числе касательно той акции, которая прошла в Москве. А, ну, поступок, смотря там, антигерой-герой, как вы мне сказали, значит, первый поступок, это Эльдар Рязанов, герой, я вот непосредственно считаю, который высказался за марш, как раз призывал людей выйти на марш 13 января, и, мне кажется, к его мнению многие прислушаются, он не побоялся это высказать, в отличие от его, там, коллег Никиты Михалкова, которые все время у власти ходят, а он это высказался, и, как я знаю, он тоже был участником этого марша. Майя, а антигерой, и тогда сразу следующий вопрос, чтобы успеть задать, пока вы у нас на связи, что подумайте, пожалуйста, чем вы можете объяснить вот такую нерешительную позицию наших многих мужчин? По отношению к чему нерешительную? По отношению к акции? По отношению к акции, по отношению к этому закону, потому что ведь многие, вот как вы... Антигерой, прежде всего, который привыкли сидеть дома, возле на диване, и говорит, а за нас все решили, что мы там сделаем, мы не пойдем. Сидеть, привыкли сидеть, но что им подают, обед, ужин, жены, и поэтому активности они никакой не проявляют. И как Москва вот показала, что пока их не коснется, они не выйдут. В том числе у нас, как происходят вырубки всяких парков и точные застройки, пока их не коснулось, они не выйдут. И вот я считаю, что вот именно такое отношение, как пока не коснется, никто не выйдет. А сейчас они сидят, спятые, инфантильные. Майя, прошу прощения, Майя, скажите, пожалуйста, очень интересно ваше мнение, почему у нас в политике так мало представлены женщины? Почему задаю вам этот вопрос, сразу объясню. Потому что системно в этом направлении о гендерном перекосе, в принципе, разговаривает только партия Яблоко. Я не замечала за другими политическими... Ну вот, у нас все привыкли, что именно у нас женщина, это создана для семьи, для рождения детей и варить си. И поэтому мужчина воспринимается, женщина, как в политике, это как в сексуальном плане. Смотрят за женщину, она че-то там прошла, а они смотрят на нее серьезно. И многие женщины тоже боятся идти в политику. Но сейчас эта волна, я смотрю, меняется. И что многие стремятся именно женщин добиваться, именно пробиваться в политику. Майя, спасибо. Майя, всего хорошего. До свидания. Я сейчас такой же вопрос адресую нашей Галине Михайловне. Галина Михайловна, а что происходит на нашем пермском политическом небосклоне? Вот сейчас вы все так дружно защищали Геннадия Петровича Тушнолобова и его назначение. Как вы думаете, вот вы предполагаете, что в наше правительство он, как человек, который будет сейчас формировать это правительство, выберет достойных женщин, назначит достойных женщин? Ну, я очень хочется верить, что это все-таки будет. И если что, мы с Геннадьем Петровичем по этому поводу спросим строго. Но, по крайней мере, выскажем свою точку зрения и, может быть, свои пожелания. А, кстати, прежде чем себя ждать чего-то, надо просто с ним встречаться, разговаривать и предлагать кандидатуру. А у нас есть кандидатура? Значит, у нас все есть. Сидя на диване, в самом деле ничего не решишь. Поэтому здесь надо шевелиться не просто, потому что в эфире поговорить тоже неплохо, но, наверное, с каким-то готовым предложением уже идти на встречу и разговаривать на эту тему с людьми, которые сейчас принимают решения. В частности, он формирует команду. Думаю, что самое время этим делом заняться. Но я хочу сказать про еще антигерой одного, которого вот моя меня тут надоумила. То есть я сдержала. Нет, он не пермский. Про наших пермских говорить скучно. Скучно. Ну все, ничего не происходит. Понимаете, они все сейчас вот там, видимо, у этого пирога толкутся кто-то, чего-то, что-то себе пытается выкроить. Как правило, женщин там нет, там одни мужики, наверное, весь Новый год ходили к этим каруселями, в банях. Я не знаю, где они там, чего это все решали. Но вот одна инициатива, протеерея Смирнова, да, который вот высказал в эту неделю, ввести налог за бездетность, как это было в Советском Союзе, не только с мужчин, но и с женщин, и вообще со всех. Может она родить ребенка, не может она родить. Прохочет вообще уже не спрашивает ничего. Тогда все сразу станут ринуться усыновлять детей. И будет решена проблема. Вот я хочу сказать, вот это вот высказывание, это предположение, которое сначала выявляется в словах, а потом оно в деле, потому что это предваряется в законе, я, например, категорически против и очень боюсь, потому что это нашу страну, наше вот общество просто кидает не дальше, даже дальше, чем в советское время. Обнозначно. Я про это и хотела бы сказать. Я думаю, неужели она сейчас скажет, что это хорошо? Это же уже было. Понимаете, женщины, во-первых, это все было. Во-вторых, значит, брать, например, даже если у них меньше двух детей, то есть предложение вообще архи какое-то сумасшедшее. Представить семью, которая не может родить ребенка в силу физических, физиологических вещей. Ну, не может женщина родить ребенка в силу болезни, там еще чего-то, да? И, значит, они страдают из-за этого, они пытаются как-то эту проблему решить, лечатся там, тратят деньги на лечение. И ее ставят перед фактом, ее семью, ее и ее мужа. Они должны платить деньги за то, за свои же страдания. Я хочу сказать, что это вообще, у меня даже слов нет по поводу этого предложения. Человека, который должен быть милосердным ко всему. Вот о милосердии, кстати. Вот тоже антигерой совершенно не пермский, но не сказать невозможно. Это Алексей Кабанов, да? Как можно, вот мужчины, это психически вот это, как нормально или ненормально? Девочки, я хотела вам предложить, про него уже так много сказано. Про Кабанова даже не хочется говорить, потому что все это... Неужели у нас нет пермских? Вот потому что у меня тоже есть пример. Он хороший, он положительный, как мне кажется. Вот, например, Шойгу предложил отменить портянки в армии. Нет, это замечательные как бы портянки, девочки. Но это же... Я хочу сказать... Ну, наши же пермские ребята пойдут служить. Нет, портянки, это такой анахронизм, что я даже вообще вот... Все получится как с формой Юдашкина, девочки. Вот же уже давным-давно нет портянок. Нет, они есть, эти портянки, и была поставлена задача искоренить их к 15-му году, но Шойгу пришел, сказал, изыскать средства, обеспечить всех не портянками, я полагаю, что это должны быть носки, но получится все как с формой Юдашкина. Сделали все хорошо, но обеспечат каким-то... Юдашкин уже давно реабилитировал. И будто они ходят с дырявыми носами, и с пустыми пятками, и все ноги сотрут. Мне же жалко, и так вырождаются. А местные-то антигерои... Да, все-таки тема главный герой. Антигерои... Мы назвали антигерои, у нас их много, вся законодательная власть федеральная, представители мужчины. А у меня на этой неделе губернатор антигерой наш, потому что для меня, например, оказалась непонятна, опять же, вот его ситуация с книжным магазином. Вот непонятно, понимаете, человек бросился, я, ну, как-то, наверное, могу объяснить, что ему хотелось что-то доброе сделать. Быть хорошим. Быть хорошим. Но нельзя же бросаться... Я тоже хочу написать открытое письмо по поводу того, что мне не нравится цвет бумаги в газете «Новый компаньон». Ну, пусть поддержит, но это из той же оперы. Но он же губернатор, понимаете, сейчас к нему... И хочется, чтобы он просто популистическими мерами начал пользоваться. Мне кажется, что это именно такой шаг. Я думаю, что это присутствует, это многим политикам присутствует, особенно вот сейчас после всяких неприятных... Он просто растерянный, не знает, что делать. Он же губернатор с общественным мнением. Он же человек в первую очередь. Ну, давайте весь малый бизнес сейчас побежит к нему с этими вот прошениями. Ну, побегут. Нет, ну, побегут, но не добегут, потому что есть определенный орган, который поддерживает малый бизнес, мало у нас таких. Да ладно, определенный орган. И торговый промышленный орган, и торговый промышленный орган. То есть, вы пересели назначить. Что-то будет сделано, и ничего не будет сделано. Мы хотели сделать комплимент Биматову, как председателю Пермской торгово-промышленной палаты. Да, Бог с ним, с Биматовым. Просто есть такой вот торговый промышленный орган. Поддерживает малые предприниматели. У нас бизнес не поддерживает никто. Вот если уж сказать, что органы какие-то есть, толку из них мало. Если копаться, то да, докопаемся. Каждый полет как может. Но программа-то есть, программа-то есть. А вот как она работает, это другой вопрос. А для вас важно, что есть программа, но она не работает? Нет, видишь, когда малый бизнес, все побежали, побегут в Асоргеново, он их переадресует. Не важно, чтобы были люди, которые работают с программой или без. Но люди, которые работают на результат, но ведь результаты тоже могут быть разными. Они могут быть по-разному оценены теми или иными. Но если человек в политике, в кабинете, у губернатора, еще где-то, на своем ли месте ставит перед собой задачу, или как кто-то скажет, что вот, а нам же задачи там ставят, мы же их тоже выполняем. Это тоже задача, да, даже если спущенная сверху. Если человек на своем месте выполняет эту задачу и нацелен на результат, и есть люди, которым выполнение этой задачи будет полезным, даже один человек, то вот это, наверное, главное, а не то, что есть программа, которая не работает. Я удивляюсь, как у нас сегодня за всю программу Вера Леонидовна еще ни разу не похвалила сотрудников ГИБДТ. Это что-то... Вера Леонидовна, начался новый год, и ни одного комплимента. Вихадрис мы сегодня от вас не слышали. Нет, я в общем и целом, безусловно, я, как всегда, я повторяюсь, это уже в традиции, я хорошо отношусь к людям в погонах, потому что они для меня всегда герои. И я антигерой... Прямо все-все? Просто прямо все-все, потому что те, которых гнобят и так далее, это просто не люди этой системы. Они туда попали вот по ошибке. Вот я так считаю, я тоже романтик, и я так считаю. Поэтому, безусловно, я к ним отношусь хорошо. Но в этот раз, Ир, если ты имеешь в виду вот отказ поприсутствовать на пресс-конференции сотрудника... Нет, я ничего не имею в виду, я просто удивилась, что наступил Новый год, и вы еще ни одного комплимента не произнесли в адрес своих любимых сотрудников депутатов. Меня это удивило? Нет, я им лично благодарна за их сложную службу, но благодарить сегодня я их не буду. И это хорошо! Не всегда! Пока я не буду, просто выполнил желание, я буду как хороший, не выполнил, я не буду вас хвалить. Я сегодня... Ну, хорошо, правильно. Это знаете, как вот из этой вот оперы. Я всегда такая удачливая, смешливая, хорошая, но не сегодня. Да, это вот, знаешь, вот такой лозунг висит. Хоть я и блондинка, но не настолько уже капризная. Я буду капить аргументы, да, потому что мне вот недостаточно еще пока аргументов в пользу того, что... Вот мы делаем вывод, что просто любовь, она не бывает бесконечной, она должна все время чем-то подпитываться. Так же, как герои не возникают на пустом месте, да? Когда отсутствуют герои, наша женская любовь, она просто... Ей не на чем расти. Ей нужен же какой-то подпитка, корм, какой-то... Для любви, да, для любви нужна поддержка. Что делать и как сохранять хрик-хромосому. К концу эфира я наконец-то запомню, иначе кто же будет нам давать эту любовь. Видите, мы сегодня сидим и болото, болото, болото. Либо это Новый год так повлиял, вот эти 10 дней выходных, да? Ребята, эволюция и не эволюция, и трудно сказать, что это эволюция, да? Все-таки мы настолько сейчас... Наш призыв взять ее, наша задача не ждать милости от природы, мы сделали с вами все для того, чтобы прозрушить то, что создавалось не нами. И это природа... Обобщать не надо. Ну почему? А вот я вам сейчас приведу такой пример. Вот скажите, вы много пользуете целлофановых пакетов в своем хозяйстве? А потом выбрасывайте их на этот самый мусор. В силу объективных причин все используют много... Галина Михайловна, ты предлагаешь поставить, мне разработать какой-то собственный ящик для утилизации. У нас сегодня программа так похожа на посиделки на кухне, девочки. Это вообще-то... А что? Это даже не обсуждение, это уже такие, знаете, это сплетни и эмоции. Вот, честное слово, я сижу слушаю... Нет, я же понимаю... Вот смотрите, вот смотрите, ну, во-первых, это Новый год, только все закончится, все наступает снова. Я хочу сказать, нет, мы все в этом принимаем участие в загрязнении природы. Поэтому сказать, что я это... Ну, просто можно это делать меньше. Ну, например, вот я вам поговорю про элементарно-целлофановые пакеты. Не просто так. Я, например, видела... У нас, да, про пакеты быстро, да. Вот смотрите. Чтобы было успело сказать. Я видела фотографии, видела воочию животных, которые загладывают вот этот пакет, да, и погибают от этого. Это у нас и тюлени, кстати, вот, и прочее. И поэтому твой пакет может попасть вот в водоем и так далее. Я знаю, я это знаю. В Европе уже 20 лет используют тканевые пакеты. И, пожалуйста, сделайте что-нибудь с собой, сделайте что-нибудь со своим поведением. Пожалуйста, ведите себя на следующей неделе более активно, иначе нам не о чем будет говорить, и нашу программу закроют. И, пожалуйста, загрязняйте окружающий мир и окружающую нас природу. Ради себя и ради нас. Ваша головая принадлежность, дорогие мужчины. Не разрешайте свою игру к хромосому собственными руками. Мы поможем вам, да? Ну что? Нет, Игорь, хромосома это, конечно, сильно.